Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Одинцовского округа нестабильна. Об этом сообщила начальник управления социального развития Наталья Караваева в ходе еженедельного выездного совещания руководства администрации, прошедшего в Звенигороде. На сегодняшний день из 881 койки, которые у нас в городском округе на территории наших учреждений здравоохранения созданы, занято 738 койок. Это практически 82% от боечного фонда, а более 1 трети – это жители Одинцовского городского округа. При этом первым компонентом вакцины привились уже более 27% жителей. Сделать прививку на территории округа можно не только в медучреждениях, но и в пунктах вакцинации, которые работают в торговых центрах. А для дачников организуют выездную вакцинацию прямо в СНТ и коттеджных поселках. Еще один вопрос в повестке дня – итоги поездки делегации Одинцовского округа в город Герой Смоленск в рамках седьмого этапа военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». Если в 2015 году в первом этапе проекта главы округа Андрея Иванова приняли участие 30 тысяч жителей, то сейчас задействовано 122 тысячи. Всего в течение года запланировано проведение 5000 мероприятий, причем за первое полугодие прошло уже более половины из них. Этот масштаб любят наши жители, то что привлекаются все к этому проекту с детского сада до наших учреждений культуры. Это важное направление. Поездка в Смоленск, по оценке участников, оказалась весьма плодотворной. Участники побывали на экскурсиях по городу Герои, возложили цветы к монументам, высадили в парке березу в честь павших солдат, посетили могилу погибшей на Смоленщине землячки Любы Новоселовой. Конечно, вы провели, на первый взгляд может показаться эта поездка, кто-нибудь какой-нибудь обыватель сказал так себе, но это прежде всего патриотизм, это прежде всего память нашего народа, который сделал подвиг в Великой Отечественной войне. Спасибо огромное за работу. Также профильные заместители главы обсудили проблемные вопросы, с которыми жители Одинцовского округа обращались в общественную палату и совет депутатов. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Спасибо.